Более 200 спортсменов собрались на базе Югспорта в эти выходные. Там прошли чемпионаты первенства Краснодарского края под Хэквондо и ТФ. В Сочи приехали спортсмены из Краснодара, Новороссийской, Геленджика, Туапсетти, Мрюкар, Мавира, Курганинска, а также из Абширонского, Староминского и Абинского районов Кубани. За медали турнира боролись и спортсмены из Абхазии. Большую команду выставил город Сочи. В Сочи уже более 700 ребят занимаются этим видом спорта. И у нас достаточно высокие результаты. Мы рассчитываем на то, что здесь на соревнованиях мы также себя проявим. И я уверен, что точно в числе призеров сочинские ребята будут выступать. Тхэквондо и ТФ. В отличие от ВТФ, вид спорта не олимпийский. Но поклонников у этого единоборства в Краснодарском крае ничуть не меньше. Необычен чем вид спорта. Он имеет многоборческую направленность. Девять соревновательных дисциплин. Четыре личных, четыре командных и один раздел постановочной поединки самозащиты. Что позволяет в принципе любому человеку найти себя здесь. Из девяти направлений Тхэквондо в Сочи было представлено два. Это поединки в личном и командном зачете, а также формальный комплекс. Медали здесь разыгрывались индивидуальные и групповые. Формальный комплекс или туль – это имитация поединка с несколькими соперниками. Задача спортсмена – показать комплекс атакующих и защитных действий в определенной последовательности. Сложен он. То, что там надо правильная постановка движения. Если, например, неправильная стойка, то это уже минус балл. Если забываешь движение, то ты уже просто автоматически проигрываешь. Ну и, конечно, спарринги – это самая зрелищная часть турнира. Это финальный бой в категории до 40 килограммов. Здесь победу одержал Артем Зотов из Новороссийска. Я был лучше соперника, потому что я атаковал, а он работал вторым номером. А вторым номером труднее работать, чем первым. И он не попадал в удары. А я попадала. Кстати, в качестве судей на турнире выступали и сами спортсмены. Благодаря судейской практике тхэквандисты в том числе повышают уровень своего мастерства. Существует электронная система. Ее используют в спаррингах. И у нас есть вот такие пультики. Помимо того, что я участвую, надо знать правила. Если я не буду знать, то я, соответственно, плохо буду участвовать. Из-за этого довольно интересно. На чемпионате Краснодарского края по тхэквандо спортсмены боролись не только за медали, но и за право представлять свой регион на более крупных стартах. Конечно, переживаю, потому что ученики, которые мы подготавливали, это лучшие приезжают с края. Теперь ребята готовились, потому что это отбор на Россию. Россия будет в Сочи также здесь же в зале проходить. Поэтому мы хорошо прям подготавливались. Чемпионат России пройдет в Сочи уже в феврале. Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.